ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так гартавалася сталь. На БМЗ прайшоу День открытых дзерей. А зараз об гэтым и іншим – больш подрабязным. Сёня славянь у сего света, а гэта больше як 300 мільйонов чалавек, означаюць День дружбы и яднання. Гэта свята было заснована у 90-х годах 20-го стагодзе. Яно створано к аброзной галіны славянскіх народов, памяталі про свої гістарычныя карані, і мкнулися захаваць культуру і шматвяковую сувязь. Сё літа центрам провядзення традиційной сустрэчы праграничніх областей Беларусі, Расіі і Україні стаў город Вєтка – Гомірськай в області. Феставаль падназвай «Славянскай адзінства» был прасвечэны ў году малой Радзімы і прайшоў паддэвізам «Радзіма ў серці маїм». Мерапрыємствы да вечар проходзіли большім на десяти пляцоках. Наводожлівай надвор'е не сапсавала настрою. Стравы народной кухні і рамесныя вырабы працавіли майстры Беларусі і Бранцкай в області Расіі. Працавалі мастацкі експазіція, ретроспіктывныя, спартывныя гульнявыя зоны і гандлёвыя рады. Таксама ў рамках сустрэчы регіону адбылася молодзёжная спартакіяда. Каля ста восьмі дзісяці ўдзельнікаў разыгралі ў знагороды ў пляжном алейболі, баскетболі, мініфутболі, гіравым спорці і плаванні. І яшчэ адна святочная падзея минулых выходных. Пара творчасті, прыгажості і спорту у регіоні оцвяткавалі Дзень Молоді. У Гомілі основной пляцовкай для масовы гулянняў став лядовы палац. Жахару і гостей горада своімі унікальными спартывными умэнямі і творчымі здольностями уражувалі представнікі розных молодзёжных субкультур. Вероніка Ворошыліна Волода і падравязнастями. Падобрі традиція, пошнія неделя шырвіня собрала каля лядовага палаца у Гомілі саму актывну, ініціативну, творчу і спартывну молодзь регіона. У святочной праграмі знайшлі адлюстравані найбольш популярны захапліні гомілчан, накераванны на пропаганду здарова галаду житця. Таліновіты уладальнікі унікальніх спартывных здольності одемонстравалі своє досягнені, наприклад, у екстремальнім катані на велосіпідах. Так звані БМІХ з поборніцтвы об'ядналі аматоро і професіоналу розных узростав з регіона і Мінска. Сярод самых популярных трука – укрошені руля і рамы. Між тим уличвалася не тільки складаність, але й разностайність алиментів. Дараз, що це, на перший погляд, небезпечне умеєнні вільми шаста допомагають у житці. Велосіпед задействують практично все мишці нашого тіла, дуже сильно розвиває координацію, учить, в то же время, дуже важливо це грамотно падати, тому що зачастую в жізні сталкиваються багато люди з тим, що де-то неудачно упал і от буквально дому получил травму. Ми починаємо з того, що учим именно правильно падати. На сусідній спортивний пляць усі жадаючи змогли побачити яркі понапалі емоції з поборністю по стритболі. Так званий вуличний баскетбол до нас прийшов з Америки, де він вельми розповсюджений. В обшлі годы стритбол набирає все більшої популярності в Білорусі. Турнір у Гомеля об'єднав спортсменів і аматорів з різних кутків України. Дараз, що баскетбол 3 на 3 новотключену програму других европейських гульнів 2019 года, які пройдуть у Мінську. Ось зараз отбори, багато турнірів роботи. Много де участвують наші білорусські команди. І именно нашу страну буде представлять сильніші і сильніші. Тому я всіх приглашаю любителів. Приходіть, займіться цією грою і получайте удовольствие. У День молоді пляцовка Каля-Лядового палаця перетворилася у культурну простору з тематичними арт-зонами. Тут можна було познайомиться з працю супрацівників МНС. Примерить спеціальне обмундіровання вратовальників і доведаться о правилах безпеки. А ще проверять свою трапність під час стрільби з пневматичній бінтокі у тіры, зробіть оригінальний малюнок у майстрів Аквагрима, провести цікаві опыти і експериментів у стілі школи чаровників Хогвартс і поуделішить у інших забавляльних гульнях, конкурсах і викторинах. До того ж, гэтай вечір собрал на великій сцені самих ярких гомельських і столичних артистів, відомих білорусських музикантов, представників кавер-бендів і деджеў. Ми прийшли з хорошим настроєнним дарити людям радість, ми організуємо обнимашки, тому що ми хочемо дарити хороше настроєнне. Мені цей праздник реально подобається, тому що здесь дуже активне проводиться мероприятие. Все організовано на уровні, молоді, щоб розвиватися во всіх направліях. Праздник дуже веселі, нам все дуже нравится. Ми на праздник прийшли з хороше настроєнним і считаємо, що на такому і останіться к концу дня. Молодіжна свята у Гомеля стала сопровідній фієрой спортивних і творчих талентів, а у забавляльні мероприємства протягувалися до позднього вечора. Організатори мкнулися з'явити, уразити і зародити присутніх добрым настроєм. А головне продемонструвати молоді найбільш важній життєвій каштовності і ориентири. Всігда, наверное, во всіх странах міра, молодіжі була двигателем прогреса. І, звісно, я хочу, щоб всі наші молоді ребята як можна менше проводили час у телевізорів, у комп'ютерів, як можна більше розвивали себе в різних направліях, тому що молодість вона для того, щоб попробувати себе в спорте, в творчестві, в науці. Це, наверное, найбільші інвестиції в нашу молоді. Вероніка Варашилина, Ігор Марышченко, телерадоя компанія «Гоміль». Протягуємо випуск. На Білорусській металургічному заводі на один день очинили двери для усіх жадаючих в башіць стали плавільний гігант знутри. Строгий пропускний режим змягшили, щоб супрацівники підприємства змогли показати своїм дітям, близьким і сябрам місце праці. А крім екскурсії, організатори підрихтовали для гостей я ще шмат цікавих забауляльних, гульнявих, доброчинних і навичальних пляцівок, на ніяких довелося побувати і нашій здимічній бригаді. Не глядячи на перешкоди надвор'я, територія заводу в цей день наповнилася дитячим сміхом і віклічами захоплінням. Програма мероприємства розличена у першу чергу на юних гостей. Свято почалося з роздачі маршрутних карт для квеста, по веніках якого можна було отримати у подарунок мягкого зубраня у майце з логотипом БМЗ. А кріме того, усі владальники таких карт автоматично приймали у діл у незвичайной акції «Юный директор». Ей пераможця становився часовым переємником керівника БМЗ. Все лето правління заводом було передадзі на Ксіній Поляк. Дякуючина прийшла на свято со своєю сім'єю. На прадприємстві працює її батька. Сама яна захопляється математикою і лічбами. Менавіто тому, у кабінет директора БМЗ, куди її посчастливілася трапіць у якості юного керівника, більш за інше сподобався калькулятор. Понравилось. Там багато інтересного, особливо калькулятор такий большой. У мене в школі по математике одні дев'ятки. Спотографоваться, наведать музей, поглядеть кино. У день открытых дверей на заводі створили шерох пропанол для семейного отпочинку. Тут можна було і спеціальну вопротку примерить. Махчимасю скористалися юні гості підприємства, каб пасля на фотосдымках сябрам показывать, що носить батька під час працы. Ця розобовляльних пляцовок особливой популярністю користалася Рыцарська. Воїны середнявеччя пропанували гостям поспробувати свою силу з поборінствах минулих часів. Діти же здесь практично не бывають, а з інших городів люди, і гости города, і не гости. Ну, от, коли ще приїдеш на БМЗ, так, посмотрить в открытую. Тут же пропускна все-таки система. Неприятно. В тому плані, що це організовано, що можна доступ, республіканское предприємство, яке доступно людям, залишалося охопіть усю програму, було немагчима. Велізарне предприємство уразило гостей масштабністю Дня Откритих Двірей. День Откритих Двірей это все всегда проводится летом при двері Дня Металурга. Ну, видите ж, пришли семьями, пришли бабушки, которые работали, или дедушки на заводе, теперь уже внуков привели, родители пришли детям показать, молодые родители, которые, возможно, на заводе не работали, но привезли, показать, поїздить. Это очень такое, сплоченность дает коллективную, и, в общем-то, единение, что есть завод, воспитывается корпоративная гордость, только одни положительные моменты. Предприємству есть, чем гонориться. За первые годы нарушены темпы работы по ровнению с аналогичным периодом 2017-го. Уже селіта в 54 країни света отправилась продукция БМЗ. А это больше, чем за весь 2016 год. Среди новых покупников Перу, Сербия, Ирландия перемоги ведутся со Швейцарией. Наладжена массовая поставка Жлобинских выработов на конвейеры Мерседеса, БМВ и Фольсвагена. Это уже отдача сортопрокатного цеха, который запустили в 2015 году. Евгений Кухаронак, Василь Осипцов, телерадио-компания Гомель с Жлобинского района. В пятницу, 29 червя, во всех нотариальных конторах и бюро в области будут консультовать бесплатно. Акция присвечена до Дня незалежности. Доброчинные консультации до державных святов являются для нотариусов традиционными. На сайте Белорусской Нотариальной Палаты можно доведаться про усе подробностей. А завтра, с нагодой Дня утворения адвокатуры Белоруссии, бесплатные консультации для маломайомных громадян проведут адвокаты. Один и день пассажира пройдет у четвер на вокзале у Гомеле. С 14 до 17 годин пассажиры смогут задать питание специалистам белорусской чагунки. У пресс-центра магистрали поведомили, что пожадания и пропоновы будут уличиваться при корректировке руху тягняков. Далее, белорусская чагунка постоянно вывучает меркование пассажиров про санкетование на властном сайте. День Нептуна собрал сегодня гомельчан на Любинском озере. Уладар морев и океанов сошел на берег, ка поменьшовать горожан с початком купального сезона. Яскравые театрализованные представления организовали супрацовники и наученцы Гомельского Державного Профессийного Технологичного Лицея. Казочные персонажи, русалки и пираты забавляли глядачоу до заявления галунного героя Нептуна. Он разом со своей свитой заявился на катеры. У программы водного свята конкурсы из поборництвы на морскую тематику, а так само танцевальная аэробика. Сегодня мы выступили с инициативой проведения Дня Нептуна на озере Любинском микрорайоне Советском для организации летнего отдыха детей и молодежи. У нас будет как квест-игра под станцией ребята будут ходить из центра детского творчества, будут зарабатывать баллы, будут получать призы, поздравления от Нептуна и надеюсь, что мы откроем купальный сезон в этом году. Капкупальный сезон прошел без неприемностей, треба выконывать меры безопасности. Представники освода нагадали правила поводина на воде и рассказали, как действовать в экстренных ситуациях. На минулом тыдне червень не радовал теплым надворьям, але и в ближайшие дни ситуация изменится. С завтрашнего дня опадки отступят, а слупок термометра каждые сутки будет подниматься все выше, а последние червенские дни будут солнечными и спекотными. У авторок поветро прогреется до плюс 24, у Сираду до 27 градусов. У четвер и пятницу чекается до 28 градусов тепла. Прогремятся на вольнице. А вот на долгих выходных территория Беларуси опнется под впливом атмосферного фронта, вслед за яким начнет поступать больше холодное поветро с Балтийского моря. Чекаются дожжи и понижение температуры. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я же с вами развитываюся. Всего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Один погиб на месте, одного удалось спасти. В Рогачевском районе на пожаре в частном доме произошла трагедия. Это случилось в деревне Кистени. Пожарные выехали по сообщению о возгорании на улице Днепровской. Открытым пламенем горели сара и дом, кровля которого к приезду первых подразделений МЧС успела обрушиться. В ходе тушения и пожара на полу прихожей спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины, хозяина домовладения. Позже из горящего сарая пожарные вытащили еще одного человека, находившегося без сознания. Как оказалось, он пришел в гости к своему знакомому. Спасенному понадобилась госпитализация. Рассматриваемая причина происшествия «Неосторожное обращение с огнем при курении». В Гомеле следователями устанавливаются обстоятельства гибели пешехода на улице Бориса Царикова. На мужчину наехал мусоровоз, который двигался задним ходом для погрузки контейнеров. На пути грузовика оказался 70-летний пенсионер. На заднем транспортного происшествия 70-летний пешеход полученный в трамп скачался на месте происшествия. А это корма. Здесь водитель автомобиля БМВ совершил наезд на пенсионера не обозначенного световозвращающими элементами. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В дате ДТП пешеход также скончался на месте происшествия. На минувших выходных с травмами различной степени тяжести были госпитализированы и подростки. В Гомеле водитель Ниссана совершил наезд на 12-летнего мальчика, не предоставив ему преимущества в движении. А в лельчицах владелец Рено выполняя разворот наехал на 5-летнюю девочку, которая играла на проезжей части. В итоге мальчик попал в травматологию, а девочка в отделение реанимации. Гомельские таможенники обнаружили в грузовом автомобиле более сотни металлических контейнеров и катушек, не заявленных в товаросопроводительных документах. По оценке специалистов, незаконный товар тянет на 100 тысяч белорусских рублей. Автомобиль прибыл из Румынии. Фактическое количество перевозимого груза не соответствовало указанному в документах. 29 металлических контейнеров и 87 металлических катушек перемещалось сверхзаявленного. По факту нарушения таможенного законодательства Гомельской таможней начат административный процесс в отношении перевозчиков в соответствии с частью первой статьи 14.5 КАП Республики Беларусь. Санкции данной статьи предусматривают наложение штрафа в размере от 50 до 50 базовых величин аналогичное лицо до 30 процентов от стоимости предмета административного пронарушения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель покинул зону вылета чемпионата Беларуси в высшей лиге. В 13-м туре зелено-белые на выезде обыграли Минск. К акватору первого тайма гости выигрывали 2-0. Сначала Антон Шрамченко в районе 11-метровой отметки одним касанием обработал пас партнера по команде и оставил неудел в защиту минчан. Вскоре Роман Волков ударом от границы штрафной удвоил преимущество. На 40-й минуте тренерскому штабу Гомеля пришлось пойти сразу на две невынужденные замены. После столкновения друг с другом Роман Волков и Милован Капор продолжить игру не смогли. Вместо них на поле появились Жосткин и Рожков соответственно. Как сообщили в пресс-службе зелено-белых у Капора рассечение, у Волкова врачи диагностировали перелом носа. Во втором тайме хозяева поля наседали на ворота гостей, однако Дмитрий Дударь на последнем рубеже играл безошибочно. Сами же гомельчане несколько раз убегали в контратаке, правда безрезультатно. Набранные три балла позволили Гомелю выбраться из зоны вылета. В пятницу 29-го июня гомельчане в 14-м туре на поле стадиона Центрального областном центре сыграют с Брестским Динамо. Начало матча в 20.45. Женская сборная Беларуси по мини-футболу в рамках подготовки к отборочному этапу чемпионата Европы провела в Гомеле два товарищеских поединка против команды Молдовы. Первый матч белорусскому удалось завершить победой без особых проблем. К середине второго тайма хозяйки паркета выигрывали 3-0. За несколько минут до конца молдованкам один мяч удалось отыграть. На следующий день Виктория на площадке гомельского спорткомплекса «Локомотив» в белорусском далась не так легко. К перерыву подопечные Сергея Треско горели 1-2. На 28-й минуте Мария Буйко счет сравняла. Удар получился на загляденье. Вскоре Ирина Третьякова замкнув пяткой передачу партнера вывела белорусскую команду вперед. Правда ненадолго. Спустя 3 минуты молдованки счет сравняли. А за минуту до финальной сирены белорусскому удалась еще одна хорошая комбинация. И вновь дальнюю штангу замыкала Ирина Третьякова. 4-3 победа сборной Беларуси. Команда Молдовы по-хорошему удивила. Потому что честно сказать я не ожидал что они прилично так будет выглядеть. У них был 10-дневный сбор перед этими матчами. Надо сказать что девушки с большого футбола они все но вы знаете выглядели очень достойно. Они очень мобильные физически развитые и поэтому сказать мы немножко не ожидали сейчас такого сопротивления и такой достойной игры от них. На пути к чемпионату Европы который состоится в феврале 2019 года белорусские провели уже 4 спарринга и во всех одержали победы. Ранее дважды была обыграна сборная Литвы. Кстати литовки и молдаванки могут стать соперницами нашей команды в отборе на чемпионат континента. Жеребьевка предварительного этапа состоится 5 июля. Поединки пройдут в 20-х числах августа. У нас еще пройдет перед августными вот этими нашими баталиями пройдет еще кубок страны. И мы еще будем просматривать кандидаты конечно потому что сборную дверь ни для кого не закрыта и ясно что мы будем еще приглашать девушек просматривать поэтому ну где-то костяк уже конечно где-то сформировался человек 5-6-7 вот но команда состоит и 14 человек поэтому будем искать еще каких-то талантливых девушек мини-футболь в смысле. Стоит задача естественно выйти в финальную часть соревнований войти в 16 лучших команд Европы и для этого мы будем делать все. На этом пока все с новостями спорта ознакомил Максим Савин оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Егорова